И всем привет! Привет игрокам Битвы Замков! Сегодня выходит очередное видео, на котором... О да, наконец-то я прокачаю тыкву на 9 уровень скилла. Конечно, многие скажут, что немножко глупое с моей стороны решение. Возможно, логичнее было бы прокачать вампира на 9 уровень скилла, так как при моих высоких амбициях прохождения с пятой волны и предыдущих попытках, мы могли видеть, что вампирчик мой, даже при том, что у него стоит 4-5 бог войны, при том, что у него тут 90 уровень просвещения, он захлебывается и не всегда мог вынести на S-волне некоторые пачки героев. Ему приходилось стараться и включать второй раз свой скилл. И зачастую это были решающие, так сказать, ошибки, проблемы. Ну, как-то так. И, наверное, было бы лучше прокачать его, но моя логика никогда не поставляла себя здравым смыслом. И вот мне захотелось именно тыкву прокачать. Как-то идти своим каким-то путем. Тем более тыква – это один у меня из первых легендарных имбовых героев, который появился на моем аккаунте. И пришла все-таки очередь сейчас прокачки тыквы. Да, тут 5% всего лишь. Это не как у Купидона, когда ты там прокачиваешь Купидона на 9-ю звезду, точнее на 9-й уровень скилла и сразу 10-ка прибавляется. Здесь так не будет. По сути, и какой-то реальной разницы мы не увидим. 5% есть 5%, но вы не бойтесь. В любом случае, во все тяжкие мы пустимся подземелья в одиночку. Месседж, Месседж, С5-я волна и так далее. Все будет. Но еще раз хочу повториться, что, возможно, большой разницы мы какой-то не заметим. Но в любом случае, в совокупности, выгодно прокачивать тыкву, даже при том, что у нее стоит Берсеркер 5,5. Многие кричат, что выше 7,9 тыкву лучше не качать, если у нее Берсеркер. И, ребят, это все бред, потому что Берсеркер Берсеркером, но время... Ну, и понятно, что она разгоняется до максимального значения, но время разгона, это достаточно важная штука, чтобы она еще быстрее разгонялась. В плане разгонялась уже до своего логического какого-то максимума. И не забывайте, что она бафит всех ваших героев, вашей команде. То есть всем будет по плюс 5% к скорости, к атаке. Ну, вы сами понимаете. И, конечно, многие из вас задаются вопросом, почему же до сих пор на русском сервере не вышло обновление долгожданное? Долгожданное для многих. Я вам отвечу. Просто китайцы ждали, пока я переведу тыкву на 9 уровень скилла и смогу назвать свое видео «Идеальная тыква». Потому что если бы уже вышло обновление, я бы уже не мог так сделать и не мог бы сказать, что у меня тыква максимально прокачана. Так что так вот, ребят, все куплено. Меня специально ждали. Ха-ха. Ладно. И тут у меня наскреблось 40 тысяч кристаллов героев. Да, ну, наскреблось, наверное, как-то так, можно сказать. Это нам хватит тыкву прокачать с лихвой, потому что у нее там уже 60 тысяч очков опыта. Плюс у меня там всякого мусора много на складе, которое тоже можно расчехлить и использовать. Ну, а сейчас еще раз скажем огромнейшее спасибо разработчикам, которые в каком-то там обновлении сделали нам вот такую вот возможность покупать слизни и получать взамен сущности. И теперь у меня займет время прокачки, не знаю, там не 40 минут, а возможно каких-то минут 5. И потому я нажму сейчас на паузу. Без вас уже куплю огромнейшее количество этих слизней. И тогда уже вместе с вами прокачаю мою любимую тыквочку. Ну, как вы видите, избавился я от почти всех своих кристаллов героев. Да, было 40 тысяч, а стало 1. Да, ну, как-то вот так вот. Хорошо, что мы делаем? Тогда мы все это используем. Так, не сюда я пришел. Заходим на склад, ищем сущности. Жмем использовать, выбираем тыкву, зажимаем. И начинаем использовать все свои сущности. Так, зелененькие у нас уже закончились. Ну, конечно, это классная, идеальная тыква. Да, все прикольно. Маленькая такая имба. Но, ребят, буквально там через несколько дней тыква моя станет посредственностью. Потому что выйдет обновление, благодаря которому мы сможем переводить своих героев на 10-ю звезду. Ну, там, за 180-й уровень. Качать уже на 10-й скилл уровня магии. И, с одной стороны, круто, но, с другой стороны, тыква будет моя уже не идеальная. Но, пока что, сейчас мы превратим свою тыквочку в идеальную. Так, ну что, теперь у меня тыква 9.9, что достаточно классно и неплохо. Единственное, да, конечно, это вечные споры. Это одно и то же, как многие ребята спорят, что лучше Audi или BMW или Mercedes. То же самое касается и таланта для тыквы. Есть сторонники реанимации. Да, если бы здесь стояла реанимация 5.5, были бы свои определенные плюсы в игре с такой тыквой. Ну, вот стоит Берсеркер 5.5. Ну, Берсеркер 5.5, 9.9 уровень скилла, магии. Плюс еще сотовое просвещение с рунами оживления. В принципе, это идеальная составляющая для прохождения или какого-либо фарминга волны. Конечно, это, наверное, не для рейдов, не для арены, а не для королевской битвы. И, ну, не для экспедиции, да. Там для экспедиции, конечно, было бы полезнее иметь тыкву с реанимацией 5.5. Но у меня в игре, как бы, цели стоят в том, чтобы как-то проходить какие-то волны, которые я доселе не проходил. Ну, и это одни из самых главных моих целей, потому я дико рад все-таки Берсеркеру 5.5. И представьте, как сейчас моя тыква будет разгоняться. Конечно, было бы хорошо иметь вторую такую же тыкву уже с реанимацией 5.5. Но, ребят, мы же с вами реалисты и понимаем, чего это будет стоить. Так, ну, с чего мы тогда начнем? Начнем мы, пожалуй, наверное, с какого-либо меса. Точнее, сколько у нас тут? Ну да, у нас тут есть две попытки. Пойдем на первый мес одной тыквы и потом пойдем впоследствии на второй мес, ну, уже полноценной командой. Только единственное, что... Что мне нужно сделать? Ну, в принципе, ничего. Руны как бы уже у всех стоят. Так, 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 сюда. А, нет, вот, вспомнил, ребята, извиняюсь. Туплю. Знаете, что мы сделаем? Нам определенно нужно на тыкву поставить... поставить утекание. К сожалению, я так и не добрался почистить свой склад и перевести какие-то руны уже там на третий уровень. Потому у меня будет только второго уровня утекания. Сейчас мы все это с друида снимем и поставим непосредственно на тыкву. Так, вторая. У меня еще где-то, я не знаю, там, 120 на данный момент этих мешков фиолетовых с рунами. Потом их открою, буду наводить порядок, там, руны соединять. Будет все классно, но пока до этого момента добраться не могу. И, да, ребята, конечно же, я, скорее всего, не пройду этого места. Мне просто тупо не хватит времени или мою тыкву забьют, потому что у нее будет стоять 2,5 утекания, а не 3,5. Я думаю, 3,5 было бы смотрелось лучше. Но, в любом случае, как говорится, play for fun. Мы на пороге запускания первого места. Достаточно долгое время я не был на нем. Сейчас вспомню былое. Как говорится, вспомню молодость и старую, не знаю, да, молодость. Так, ну что, тыквочка начинает наше разгоняться, я надеюсь. Так, да. Если вы такой же утырок, как и я, и решили пофармить первое место только одной тыквы, то посоветую я вам также спускаться, именно ставить тыкву вниз, а не где-то сверху. От этого будет больше толку. Ну, смотрите, вот сейчас ее, в принципе, могут забить, да, то есть у нее утекание 2,3, ее все-таки не спасает. Да, приколите, забили. Ну, ладно, давайте. Так, что? Что мы сделаем? Давайте тогда сейчас пойдем с друидом, наверное, создать команду. Так, поставим сюда друида. Единственное, что друид сейчас будет без рун. Ну, что делать? Пойдемте. Так, создать. Что-то у меня тыква опростоволосилась. Да, вот вы видели, что сейчас именно не хватало какого-то, да, третьего уровня утекания. Так бы еще тыквочка подержалась. Ну, потом поэкспериментируем, конечно, когда там третьего уровня утекания сделаю, но это все бред, все равно не смогу пройти. Изи Браил тоже пробовал, у него не получилось. А вот так чисто постебаться, попридуриваться. Ладно, пойдем с друидом. Друид нам определенно поможет. Так, давай тыква. Разгоняйся. Дальше сходим, попробуем пройти второй мест. Конечно же, я знаю, что и там я просру, но в любом случае посмеяться мы сможем. И в дальнейшем сходим там в подземелье. Опять же, одной только тыквой. И потом попробуем пройти, наконец-таки, с пятую волну. Но там, ребята, там зависит все от того, сколько попыток вы на это все дело тратите, сколько у вас удачи. И как бы мне уже давно пора, я думаю, поменять расстановку. Да, расстановку поменять. Попытаться уже пройти с другой расстановкой. Ну, как-то все не доходит руки. Да и сильно попытки тратить не хочется. При том, что у меня сейчас острая нехватка кристаллов героев. Хочется всех все и сразу прокачать. Так, 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 так. Ну что, ну, друид успевает лечить. На этом спасибо. Что у нас тут надо? Босса успеть забить. Да, конечно, если сейчас получится ситуация такая, что там друид пойдет в одну сторону, тыква пойдет в другую сторону, это может сыграть, как обычно, злую шутку с нами. Ну, давай уже добивай этого босса. Сколько у него там осталось? Совсем чуть-чуть. Так, ну, быстрее давай разгоняйся. Тоже, что касается вампиров, в принципе, там для фарминга Q или R волны даже, там 8 и 9 прокачки реально хватает с головой. Но хочется же пройти с пятую волну. Хочется, но не можется, но хочется. Прикиньте, сейчас тыкву забьют. А нет, не забили. Но всех замедлили. Ладно, ничего страшного, там просто ледяного дьявола, я так понял, напоролись. Очень хорошо. Так, разгоняемся, лечимся и проходимся. Давайте. Так, и какой же я сейчас приз получу? Неужели фиолетовый? Нет, прикиньте, прошел двумя героями первого места и получил только зеленый сундук. Да, вот печаль. Хорошо. Хорошо, давайте тогда сходим в подземелье одной тыквы и потом пойдем на второе место. Ну, ясен пень, конечно, мы не пойдем в жестокое подземелье, пойдем в простое. У меня, наверное, сейчас может быть... А, нет, все герои восстановились. Это достаточно хорошо. Давайте выпускаем тыкву. И смотрим, справится она одна, не справится. Так. Ну, что ее там? Ну, все-таки сотый уровень просвещения. Это вам не писки на заборе рисовать? Так, все. Давай, лети, моя родная. Выноси все это дело. Да, это такая, знаете, мода пошла там. Взял там героя на девятый уровень, скилла прокачал и все. И давай в подземелье за 40 идти, прикалываться. Так, ну что? Ну, в принципе, можем наблюдать картину, что тыква одна справляется. Даже вот магию сейчас на готове держу, но пока что нету смысла ею пользоваться. Ну, сейчас главное шапку пройти. Так, нормально, шапку убили. Этих додиков мы сейчас нарубим. Давай, давай, руби там. Так, и восстанавливай себе здоровье. Да, ребят, смотрите, при том, что у нас 78 уровня и просвещение сотая, а хилит она себя только по 1600. Это 2,5 утекания. То есть где-то процент, это у него где-то 80 тысяч, что ли. Если это 2 процента, то 1600. Ну да, где-то у него 80 тысяч здоровье общее. В принципе, там больше 2000 будет себе добавлять, если сделать утекание 3,5. Так, ну что у нас тут? Чуть-чуть осталось. Ну, да ладно. Что я уже хотел сказать, блин, за минуту и 40 секунд прошли, а тут мы не прошли, потому что, блин, там вдалеке стоят башни. Блин, пропустили. Совсем же рядом высаживались, а? Давай уже, ну хоть за 2 минуты успей. Лошара ты, блин, большеголовая. Все, прошли. Ой, ребята, все, поняли? Чтобы кристаллы получать, надо только одним героем проходить подземелье. Теперь мы, мы, я не знаю кто, сейчас немножко поменяю, наверное, руны, и пойдем тогда на второго меса. Пытка не пытка. Попробуем его пройти, посмеемся, сольемся. Запускаем второго меса. Как я помню, здесь лучше высаживаться. Мы, помню, вдвоем запарили, запармили второго меса. Когда-то давно я здесь высаживался, мой сагильдеец здесь. Так, ну что, единственное, я взял Деда Мороза, конечно, вместо Деда Мороза или там какого-либо еще героя можно было получше. Что-нибудь заменить там, не знаю, в плане там. Ну ладно, как пойдем, так пойдем. Идем так. В любом случае, кого бы мы сейчас там не поставили, пройти в одиночку не получится. Даже если сейчас не минуснут никакого героя, то, ну, просто не хватит времени убить босса, я так предполагаю. Ладно, ну, вроде все разогнались и никого мы еще не потеряли. Так, и бьем босса. Так, 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 так. Полминуты уже прошло. С момента начала атаки. Да, как вы видите, очень медленно у босса отнимается здоровье. Тут, конечно, Дед Мороз понемножку чистит карту. Чтобок грома стоит. Ну, давайте подождем до момента, пока Дед Мороз всех окончательно не зачистит. И что мы тогда можем делать? Пойдем тогда на С в волну. Посмотрим, что там у нас будет. Получится ли хоть сегодня дойти уже до дракона. Хоть разочек-то. Пару попыток на волны вроде есть. Ну, что у нас тут? Так, 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 так. Половина времени прошло, а мы боссу смогли отнять только треть. А, ну, ну, да. Чуть-чуть не хватает. Если сейчас оставлю, в принципе, там будет еще процентов 20 у него останется здоровье. Но в любом случае, с такими вот обновлениями, которые у нас сейчас выходят, ребята, скоро можно будет и второго места фармить одному. Конечно, это полный бред, да, какой там фармить. Лучше четвертого фармить. Но там четвертого места мы уже там с гильдийцами троем проходили. Ну, вот так, просто ради прикола, play for fun, не знаю, там, посмеяться, попридуриваться, посмотреть, на что способны твои герои. Почему нет? Да, конечно, от этого сливаются попытки, но что поделать? Благодаря таким моментам тоже получаешь какое-то удовольствие от игры и такая маленькая бытовуха с бесконечным фармингом одних тупо и тех же вещей. Немножко развеивается, хоть какое-то разнообразие. 30 секунд нам осталось, что-то я уже хотел раньше выключить, но мы тут видим, что мы тут благополучно разогнались. И в принципе, в принципе, нам останется совсем чуть-чуть. Есть смысл попробовать других героев и посмотреть, что из этого получится. Да, может быть, нам и хватит, потому что, ну, сколько нам тут не хватит? Еще где-то секунд 10 попробовать Снеговика, он хороший демагер, да, там, или Фараона вместо Деда Мороза. Хотя Дед Мороз, в принципе, тоже там раз 10 бьет своей ультой. Смотрите, достаточно мало осталось. Еще чуть-чуть, и скоро у меня получится пройти второго места в одиночку. Конечно, сомнительное достижение, но все же. Так, ну что, давайте-то запускаем С-5 волну. Еще раз попереставляю, наверное, руны. И погоним. Так, ну что, слабые ущербные гарнизоны есть. Три прокачанных героя на 9,9 есть. Порядком поднадоевшая расстановка есть. И бомбочки, которые мне нифига не помогут на С-волне, опять же, тоже есть. Так что можем смело пытаться пройти С-волну. Так, запускаем. И пожелаем мне удачи. Хотя, повторюсь, конечно, вы посмотрите это видео в записи. И результат уже будет предрешен. Так, и тут с правого фланга выходит одна пачка героев. И туча мобов. И с левого фланга выходит другая пачка тучи героев. И летающей херни. Вампир медленно и упорно набирал ману. Как набрал, всех уничтожил. Так, ну что, Дед Мороз тоже сработал. Главное, не напороться на Атлантикора, и жизнь будет прекрасна. Но при этом уже на С-1 волне, при том, что у меня здания в центре прокачаны все на максимальный возможный уровень, опять же, пока еще не вышло обновление. Этих зданий у меня почти не осталось. Да, и возможен такой сход, что когда там, если все-таки я дойду до С-5 волны, у меня здание быстрее уничтожит, чем моих героев. Это при хорошем истечении обстоятельств. Так, сейчас, что я тут повторюсь? Одну попыточку мы, наверное, попробуем. Так, у меня Купидон и Смерть с замедлением рунами, но остальные с оживлением. Ну и Дед, конечно, с Бастионом 3-5. Следующую попытку впихну Смерти и Купидону оживление. Посмотрим, что из этого получится. Хотя, в принципе, это такие субъективные, ребята, эксперименты. Так, ну что, дошли до С-4. Пачка, в принципе, сбоку-снизу. Ну, как вы видите, у нас тут хорошо. Этот дядька с мотыгой, урод, был замедлен. И все равно взял тыкву, убил. Хорошо, что у нее замедление, точнее, возрождение. Не знаю, как, короче, оживилась она. Это очень хорошо. Так, 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 так. После массированной атаки с 4-й волны мы потеряли Деда. Опа, дракон. Так, ну что у нас тут? Справится 5 героев, не справится. Опаньки, 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 опаньки. И опять, ну что, чуть-чуть мне не хватит, чтобы пройти С-5. Вот вы просто, вот, ребята. Ребята, да ну его нафиг. Я его почти уничтожил. Ну, реально, ну, блин, ну, сволочи, а, поганые. Ну, блин, взяли здание, забомбили. Короче, если бы еще пару секунд, и было бы все хорошо. Я бы вырубил бы этого дракона. Но здания мои уничтожены были раньше, и из-за этого я слил С-5 волну. Я тут уже хотел визжать, как маленькая девочка, от радости. Но запищал от негодования. Ладненько. Тогда не будем менять руны. Оставим все так же, и будем фармить дальше. Так. С-волна. Ой-ой-ой, я же забыл бомбочки поставить. А, бомбочки и так стоят. Ладненько. С-волна. Так. Ну что тогда, запускаем. Очередные пачки героев. Так, ну что у нас тут. Хорошо, с первой пачкой мы справились достаточно хорошо, скажу я вам. Сейчас придет вторая пачка, но она здание не сможет уничтожить. Вот сейчас, знаете, будет такая достаточно интересная штука, может получиться. У меня на протяжении, допустим, там, трех волн здания будут оставаться. Но на какой-нибудь третьей или четвертой волне перебьют половину моих героев. Такой исход событий тоже будет реален. Или я приду, знаете, там, на С-5-ю волну, здания будут целы, а героя там останется полтора. Это тоже может быть. Ай-яй-яй. Ладненько. Так, вот смотрите, там с одной стороны полетит, пойдет одна здоровенная, здоровенная пачка пойдет у нас. Будем с ней справляться. Так, а вампир у нас совершенно с другой стороны находится. И вот сейчас, да, магия закончится. Это не очень хорошая ситуация. Быстрее давай ты восстанавливайся. Дед немножко тут помог. Но мы потеряли... Тыкву. Блин. Тыкву потеряли. Да, ну что, сейчас мы как большие, большие, крутые герои пойдем фармить С-3 волну без тыквы, которую мы сегодня прокачали на девятый уровень скилла. Так. Да, обидненько. А так все хорошо начиналось. Вот вы видите, пробили, пробили, пробили все-таки у меня забор. И это, в принципе, уже очень плохо. Даже если бы была тыква, кто-нибудь пошел бы, допустим, с этой стороны. И я бы влил бы. Но, хоть этот забор после обновления будет страшный, голубой, ужасный, он мне не нравится, но у него будет больше ХП. Это значит, что вот таких вот исходов, когда тут мой забор будет уничтожаться, не будет. То есть, он будет, как говорится, стоять до последнего. И это очень хорошо. То есть, расстановка будет сохраняться. Ладненько, но раз уж такая пьянка пошла, азарт во мне проснулся, давайте еще попыточку убьем. Так. С-волна. Последняя попытка. Так. И пачка сразу снизу пришла. Да-да-да. Что-то уже мне как-то не нравится все это дело. Мы, конечно, молодцы. Мы с этим всем делом справились. Ну, не знаю. Так. Что у нас тут? Вампир опять отвлекается на этих вертолетов. Сейчас там пофиг. Вот когда там какая-нибудь С-3 или С-4, видели, как он там не вовремя отвлекся. И пропустил здоровенную пачку. Так. Ну что? Пока что все хорошо. Смотрите. Ребят, даже все здания целые. Это тоже классно. Так. Еще одна пачка. Вампир сейчас. Бац. Сработал. Хотя, в принципе, видите, он тут не захлебывается. Нормально все выносит. 8,9. Терпимо. Ну вот, если бы у него было 9,9, там, на моей первой попытке, возможно, мы успели бы этого дракона добить, я так предполагаю. Ладно. Так. Вот сейчас будет прикол, если этот Лансикор-сволочь включится каким-то магическим образом, включит свою магию, и я его не смогу убить. И все мои герои разбились бы на нем. Вот это тоже был бы фейл. И таких фейлов разных, всевозможных, удивительных, может случиться на С-волне достаточно много. Даже с той стороны, которую вы не будете ждать. Так. Ну что у нас тут? Бац, там, дедушка долбанул. Кто не знает, дед у меня тоже 9,9. Но это не спасло мою сейчас базу от того, чтобы не разбомбили все таблетки героев. И у меня осталось 2 башни, в принципе, которые сейчас, наверное, и уничтожат мобы. И я проиграю. Это раз. Во-вторых, у меня не осталось хиллера. Друид был тоже убит. И, как вы видите, сейчас у меня все герои живы. Зданий нет. И я проиграл. Как-то так вот. Ладно, ребята. В любом случае, как бы, пройти-то все можно, но надо тратить на это все дело попытки, что не хотелось бы. А что можно сказать из сегодняшнего видео? Попридуривались, постебались, прокачали тыквочку. Теперь у меня достаточно много героев. 9,9. Сначала был Купидон, потому что у него большая прибавка в виде 10%. И потом был Дед Мороз. Ну, потому что это Дед Мороз. Вот захотелось мне тогда Деда Мороза сразу качнуть на максимум. Чтобы он никого не заряжал, а сразу всех там выносил. И вот теперь дошла очередь и до Тыквы. Где она тут? Да, вот Тыква. Орес у меня еще 8,9. Ну, не вижу смысла его качать на девятку, тратить ресурсы. Потому что, в принципе, в Королевской битве я в Сиэлторе отбиваю спокойно. Даже на арене до топ-100 дошел. Хватило терпения. И, как бы, пока хватает. Нету смысла мне его качать на девятку. И многим вам посоветую, ребята, вы там взвесьте все за и против. Потому что, ну, в принципе, 8,9 Аресу хватает. Особенно если у вас там 5,5 реанимация. Так, и что? Ну, следующий у нас на очереди Вампир. Будем тогда качать Вампира. Ну, я, конечно, насчет всего этого дела подумаю. Конечно, хотелось бы и гарнизоны уже прокачать. Хотелось бы там и нанять одного дополнительного зеленого героя. Одного дополнительного шестого синего героя для будущих гарнизонов. Потому что там на 23 уровне ратуши появится шестая база. Фото не шестая база, а шестая башня. Конечно, до этого времени еще срать и срать мне. Но заранее лучше готовиться. Так что так вот. Вот. Извиняюсь за мои порой нецензурные выражения. Ну, что делать? В любом случае, ребят, если Вам понравилось это видео, и даже если Вам не понравилось это видео, поставьте мне, пожалуйста, лайк. Я не знаю, зачем они мне нужны и чем они мне помогают. Но все говорят, поставьте лайк, и я Вам скажу. Так что ставьте лайки. Качайте своих героев. Побольше Вам удачи в рандоме. И тем людям, у кого нету тыквы, желаю выбить тыкву. Всем пока.